Свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы – основа Евразийского экономического союза. Удалось ли за пять лет его существования достичь поставленных целей? Мнение экспертов узнавала моя коллега Камила Тастанбекова. В 2014 году, когда был подписан договор о создании Евразийского экономического союза, внутренний товарооборот между странами превышал 61 миллиард долларов. А через три года этот же показатель снизился до 59 миллиардов 700 миллионов долларов. С января по сентябрь 2019 года товарооборот стал еще меньше – 44 миллиарда. Экспорт Казахстана со странами Евразийского экономического союза за последние несколько месяцев сократился больше чем на 6%. Одной из самых главных причин снижения называют наличие административных барьеров. Снижение темпов экономического роста в мире, особенно у наших основных экономических партнеров, ЕС, Китая, могут повлечь за собой и нежелательные последствия для нас. По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот ЕС с третьими странами сократился на 2%. Взаимная торговля стран союза сократилась более чем на 5% до 28 миллиардов долларов. Это, согласитесь, неблагоприятная тенденция. Казахстан фокусирует внимание на двух направлениях. Это работа над ликвидацией правовых серых пятен, которые и создают предпосылки для барьеров, а также синхронизация работы по развитию инфраструктуры торговли. Главный научный сотрудник доктор экономических наук Казахстанского института стратегических исследований Вячеслав Додонов говорит, что это связано не с проблемами внутри ЕС, а прежде всего с внешними факторами. Взаимная торговля у нас достаточно волатильная была за эти 5 лет. Это связано с вполне объяснимыми факторами, с тем, что экономики крупнейших стран Союза, Россия и Казахстан, это сырьевые экономики. И показатели внешнеторгового оборота в этих странах очень сильно зависят от мировой конъюнктуры, то есть от цен, прежде всего, на нефть. Поэтому мы видели быстрый рост товарооборота вперед, рост цен на нефть. И максимумы товарооборота мы видели в том числе взаимной торговли в 2012-2013 годах, когда были цены на нефть максимальные. Когда создавался ЕС в 2015 году, как раз произошло обрушение цен на нефть. Оно пришлось на 2014-2015-2016 годы. И поэтому первые годы функционирования ЕС отмечали спадом взаимной торговли относительно предыдущих лет. По словам экспертов, ЕС все же придает устойчивость внешней торговле Казахстана. Это связано с тем, что структура экспорта в страны Союза более разнообразна. В ней присутствует уже обработанная продукция, а не сырье.